Привет! Сейчас мы с вами будем варить суп. Но вот для супа пойдет то, что не идет, естественно, на второе. Здесь у нас дэнд, это индейка, и часть бланкет дэнд. Это ножки, ножки, окорочка, причем в таком очень хорошем для супа виде. По стоимости это было 3,49 за килограмм. Для Франции это очень хорошая цена. Что мы делаем? Мы берем и выкладываем наши ножки в воду заранее, желательно часов за 12, но хотя бы пару часов, если они у вас полежат в воде с уксусом, это хорошо. Я все время пропагандирую то, чтобы вы замачивали мясо, любое, заранее в воде с уксусом. Если это не био, а био мы позволить себе не можем. Вот я доливаю уксусом, да, уксус уливает всю гадость. И вот так оно у меня будет стоять. К сожалению, времени нет, чтобы делать это долго. По идее, лучше было бы сделать это в холодильнике с вечером. Так он у меня будет стоять где-то, этот набор будет стоять где-то пару часов. Потом мы с вами продолжим варить суп. И я покажу, что варить суп это совсем не сложно и полезно, и вкусно, и питательно. Вот здесь у меня варится кофе. Чтобы как-то скрасить свое состояние у плиты, я варю себе кофе. Кофе смешиваю, кстати, тоже говоря, с цикорием. У нас продается цикорий, прям корешки. Ну, то есть, не очень мелко смолотые, даже порезанные, да, кусочки там такие. Я вот добавляю, вместе с кофе варю. Так хочется верить, я уменьшаю нагрузку на сердце и прочие негативные последствия. Очень люблю кофе. А какие напитки пьете вы? Тремя часами позже выглядит у нас вот так вот наш суп. Ножки были промыты. Несколько раз в холодной воде залили чистую воду. И главный секрет любого супа – это коренье, которое вы добавляете. Сразу же вместе с ножками. Целиком, вот можете посмотреть здесь. Добавляем, прям с шелухой, можно просто сполоснуть слегка. Лук, чеснок, морковку целиком, просто немножко поскребите ее. Также лук-порей, даже видите, зеленые вот эти листья, которые мы обычно выкидываем. Тем не менее, сельдерей прям целиком. Но если у вас есть еще что-нибудь в виде репы, тоже будет здорово. Конечно, не всегда вот в таком наборе у меня эти коренья есть, но сейчас есть. И это залог любого успешного вкусного супа. Варим мы его уже где-то минут 40. Соответственно, сейчас потихонечку будем добавлять другие ингредиенты. А именно, картошку, гречку, лук-порей. Лук-порей не обязательно. Сельдерей порежем на кусочки, а также в самом конце бросим вот эти листики зеленые. То, что у нас сейчас овощи в кастрюле, их, конечно, в конце мы все вытаскиваем и выбрасываем. Также в этот суп добавляю шпинат. Можете посмотреть, у меня на сайте и в соцсетях есть рецепт этого супа. Называется суп с куриными ножками и гречкой. В данном случае у меня ножки индейки, что даже лучше. А какие супы любите вы? Продолжаем разговор. У нас в кастрюле уже картошка нарезанная, гречка, сельдерей мелко нарезанный. Сейчас мы добавляем с вами в шпинат. Вот у меня в таких замороженных брикетах он продается очень удобно. Свежий сейчас очень... Хотя бывают распродажи на свежий шпинат у нас и зимой. Сложно назвать зимой, потому что круглый год у нас тепло. И осталось добавить морковку. Вот именно в таком порядке желательно, ну не столь важно, желательно картошка, потом гречка, потом сельдерей или можно даже сельдерей, картошка, гречка, шпинат. Шпинат можно взять и свежий, естественно. Сейчас добавим, у меня есть морковка. Мы её либо нарежем мелко, либо потрем. И специи. Вуаля! У нас получилось в итоге красивый, прозрачный, вкусный супчик. В конце посыпали зеленью и вуаля! Приятного аппетита!